Привет, друзья! Вы на канале Рыбокит и я рисую Карлсона по просьбе Ксюши. Рисуем Карлсона. Вначале я беру карандаш и карандашом мы рисуем основную массу Карлсона. Это же человек, мужчина в самом расцвете сил. Мы рисуем сначала голову вот так вот. Раз, голова. Это такая вот такая гора. Это голова. И сразу ее закругляем. Это шея. Шеи у Карлсона практически нет. Сразу идет тело. Тело идет сюда. И сразу оно в попу переходит. А к попу идет сюда. И он, конечно же, летит. Сзади мотор мы его прорисуем потом. А сейчас рука. Рука сюда идет. Вот здесь рука вот так идет. Такая большая, крепкая, похожа на мою руку. И банка. Банка, огромная банка с вареньем. Известно, что дело. Карлсон любит варенье. Рисуем банку с вареньем. Я думаю, каждый мальчик и девочка знает, что варенье это вкусное и полезное. Это вам не конфеты есть. Это настоящее, когда бабушка сварила варенье. Рисуем варенье. Здесь сделаем банку такой. И варенье немножко вот так вот наклонено. Банка наклонена. Вот так вот. Не ровно стоит, а наклонена. И вот здесь видно, что варенье здесь полное варенье. Рука нарисована. Рукав задернут. И теперь его белые штаны. Здесь можно ноги нарисовать. Я ноги нарисую вот так. В эту сторону нога и в эту сторону нога. И надо показать, что он летит. Я хочу действительно показать, что он летит. А как я это покажу? Смотри. Я нарисую ботинки. Они будут как бы вниз идти. Как будто он летает. И ботинки не стоят на чем-то. Вот так они стоят. Вот он летающие ботинки. Потому что он на них не опирается. Вот ботинки мы нарисовали. Здесь большой вентилятор. Специально мы взяли такой ракурс, чтобы был виден вентилятор. Потому что это у Карлоса не самое главное. Ну и его еще, конечно же. Вау! Хорошее настроение. И веселый друг. Ты что не хочешь мне сделать? Полечить меня? Ты же мой друг. Нарисовали? Теперь рисуем ему нос. Нос большой. Нос большой. Нос. Щечку. Ротик. Вау! И глазки. Глазки небольшие. Глазки. И, конечно же, чубчик. Чубчик сверху просто пририсовываем. Вот так вот. Чубчик. Он такой лохматый. И приходит, когда его не ждут. И маленькие, и маленькие ушки. Вот мой Карлсон получился. Сейчас я его обведу маркером, чтобы хорошо было видно. А ты еще раз можешь посмотреть, как его рисуем. И после этого раскрасим его карандашами. Начнем теперь не с самого максимального. Например, с прически. Нарисуем прическу. Ее рисовать будем вот так. Раз, раз, раз. Раз, раз. Он такой лохматый. И идем сюда. Вот она прическа. Прическа переходит в маленькие ушки. Сразу рисуем глазки. Раз, раз. В глазках я не нарисовал бровки. Нарисуй бровки сразу. Здесь нарисуем носик. Улыбочку. Довольный. Очень довольный. Мне Карлсон нравится. Чем я занимался все в детство. Я про Карлсона знал. Читать книжку мы не читали. Потому что не было у нас книжки про Карлсона. И мультик мы не смотрели. Потому что в то время мультики показывались редко по телевизору. Чем я занимался? Я смотрел диафильмы Карлсона. И Карлсона я знаю по диафильмам. Я обвожу ему руку. Сразу обведу ему вентилятор. И конечно же Карлсон. Я знаю точно его. Всего Карлсона я знаю по диафильмам. Диафильмы были сделаны по мультикам. И мне они нравились. Сейчас я если хочу с детьми Карлсона читать. Я читаю конечно. Но потом я иду вечером. И включаю диафильмы. И мы смотрим их на большом телевизоре в темноте. Хоть как-то имитируем то, что какое чувство я получал в детстве от удовольствия. Когда и мне мама читала про Карлсона. А я даже читать еще не умел. Но уже знал, что Карлсон проказник еще тот. Вот нарисовали. Карлсон, а теперь раскрасим. Раскрашивать можешь масляной пастелью. Я раскрашиваю карандашами. Вот такими карандашами. Цветные карандаши. Союз мультфильм. И давайте раскрашивать. Возьмем светлый-светлый карандаш. Светло-оранжевый или бежевый. Можно взять желтый. Давайте попробуем взять вот такой карандаш. Он как раз подойдет. Он не такой темный. Мы не сильно будем давить. И получится цвет кожи. Очень похож на цвет моей кожи. Рисуем, рисуем. Можете задать вопросы. Я пока раскрашиваю. Буду отвечать на них. Мне кажется, это хоть какое-то развлечение. Помимо того, что мы рисуем. Рисуем мы часто. Каждый день. Конкурс будет проходить до конца августа. Так что приходите. Если вы не успели сегодня что-то нарисовать. У вас есть повод завтра нарисовать. А лучше не откладывайте. Прямо сегодня нарисуйте. Потому что сегодня вы нарисуете. Завтра вы тоже нарисуете. Итого у вас будет много рисунков в коллекции. Теперь берем зеленый. И закрашиваем ему рубашку. Рубашка зеленая. Давить сильно. Вот в этом я и говорю. Когда карандашами рисуешь. Твои руки развиваются гораздо сильнее. Когда ты рисуешь. Относительно. Когда ты рисуешь просто маркерами. Потому что маркерами давить не надо. И получается проще рисовать. Все-таки карандашами надо давить. И сочно. Если ты хочешь получить сочный рисунок. Нарисовали. Теперь красный цвет для вентилятора. О, малыш. У меня тысяча. Сколько? Десять тысяч паровых машин. Как Карлсон заливал малышу. Ну, конечно, проказник. Проказник Карлсон. Оранжевые ботинки. Не забудь оранжевые ботинки. Оранжевые ботинки. Выбирай цвета сам или сама. Я думаю, что ты можешь выбрать. Оранжевые ботинки. Оранжевые волосы. Рыжие волосы. Прям я сильно рисую. Рыжие волосы. Рыжие волосы. Что еще нарисовать? Так, все. Малиновое варенье. Малиновое варенье будем рисовать несколько этапов. Это важный элемент. Возьмем малиновый цвет. Закрасим малиновое варенье. Вот то, что есть. А теперь возьмем красный цвет. И фиолетовый добавим. Потому что красный цвет добавит нам глубины. И малиновое варенье. А фиолетовый добавит темноты. Все-таки малиновое варенье не всегда такое. Малиновое, яркое. Иногда оно потемнее случается. И тогда банка будет переливаться. Вот так. Серенький. Хватай серенький, если у тебя есть. Или желтенький. Или голубой. Голубой тоже подойдет. Подкрасим немножечко его штанишки. Чтобы они были беленькие. Но все-таки объемные. И еще, что я забыл, можете не сказать. Что же я забыл нарисовать у Карлсона? Кто знает. Это вопрос на засыпку. Конечно, те ребята, которые смотрят на ютубе, ответить не могут. А вот те, кто смотрит меня в инстаграм, можете прямо сейчас ответить. Что я забыл, рисуя Карлсона? Давайте, я жду ваших ответов, кто здесь в эфире. А пока здесь я нарисую, к примеру, дома большие и маленькие. Окошки. И еще что-то такое. Домишки. Разные окошки. Окошки, окошки. Разные, разные, разные. Потому что Карлсон живет на крыше. И мы все это знаем. Здесь может быть даже какая-то башня. Башни. Домики, деревья, трубы. Я хочу нарисовать город сзади. Я жду, ребят, что я забыл нарисовать Карлсона. Самое такое важное, потому что многие спрашивают. Кнопку? Да, правильно, кнопку. Я забыл нарисовать кнопку. Я ее сейчас дорисовал. Спасибо, что вы смотрите меня. Спасибо, что подсказали. Надо было раньше. Я сам точно оказался на кнопке. Кнопку мы нарисовали тоже. Серенького мы добавили. Можно взять голубой цвет и сделать из твоего рисунка настоящую картину. С помощью голубого. Положи его плашмя. Подкрась рядышком. И, к примеру, нарисуешь немножко неба. Карандашом это трудно сделать. Но если ты будешь вот так, как я, примерно, держать карандаш вот так, то тебе станет это легче сделать. Ты будешь вводить туда-сюда. Штрешочки делать не будешь. А небо у тебя станет голубое. Что мы хотели сделать, чтобы наша картина стала более красочной. Голубое небо. Можно взять еще синего. И сделать еще немножко более синего вверху. Вот такую картину мы нарисовали. Рисовать недолго. Карлсон классный. Спасибо Ксюше за участие. Спасибо, что она выбрала такого классного героя. Я хотел его нарисовать давно. Ну и как-то не рисовал, не рисовал, не рисовал. А вот тут нарисовал. Возьмем розовый. И внизу вот тут я добавлю розового. В самый низ. Тогда у нас будет такая живописная картина. Заката или рассвета. Где Карлсон летит с вареньем. Рисунок готов. Он мне нравится. И я жду твоих рисунков. Завтра утром будет задание. Еще я буду рисовать утром, в обед. И вечером обязательно приходи. Рисуй. Я приглашаю тебя поучаствовать в этом веселом конкурсе. Союз мультфильм в портфеле. Новые канцелярии от Союз мультфильма. Яркие карандаши. Яркие фломастеры. Фломастеры я тоже ими рисую. И яркий пластилин. Пластилин скоро подъедет. И тоже у меня будет. Также будет еще аппликация. Мамам, родителям, которые участвуют и стараются привлечь своих детей к конкурсу. Большое отдельное спасибо. Я понимаю, не всегда это возможно сделать. Сконцентрировать ребенка на чем-то. Мне самому это хочется увлечь. Это самое главное, что я делаю. Я пытаюсь увлечь ребят рисовать. Делать это просто, ярко, побольше показывать своих примеров. Многие мамы рисуют сами. Я тоже рад. И вам отдельное спасибо. Заканчиваем. Немножечко щечки. Не хочется заканчивать. Хочется еще и еще рисовать. Может быть красный нос. Иногда у него красный нос, я знаю, был. Все. Хорошего вечера. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok